В Кагалыме теперь есть детский технопарк Кванториум. Его открыли на базе одной из городских школ. Направлений для учебы в нем пять. Такие, например, как 3D-моделирование, робототехника и управление дронами. Моя коллега Анастасия Плюснина стала очевидцем экскурсии в стенах учреждения. Как приручить дрона? Об этом рассказали ученики пятой школы гостям праздника. Команда Гео Аэроквантума представила видеоэкскурсию по территории школы. В этом им и стали помощниками новые беспилотные летательные аппараты. Но сначала им предстояло узнать, как устроены дроны и научиться ими управлять. Зададим расстояние, на которое он полетит вперед. Это может быть дистанция от 20 см до 2 мм. Мы делаем программу для маленьких учебных дронов. Мы ее запускаем, проверяем. На большом дроне мы засняли видео нашей школы. В хай-тек-квантуме школьники сами будут моделировать предметы для декора и быта. Например, сейчас идет процесс создания органайзера для рабочего стола. Эта площадка оснащена специальными 3D-принтерами. Разные модели разных размеров. Их и хай-тек наш оборудован станками фрезерными с ЧПУ. Один у нас есть профессиональный станок, один учебный. Дети будут заниматься 3D-моделированием в специальной программе, которая позволит им в дальнейшем реализовать все свои идеи, замыслы и желания. Также начали работу био, робо и нано-квантумы. Все они позволят детям создавать своими руками и осваивать сложные технологии. Я именно сам это все собирал. Мультидатчики, сенсорный стол и микроскопы. Данные, драйвера и приложения тоже были скачаны мной и лаборантом, за что ему большое спасибо. Виртуальная анатомия, она более запоминающая, яркая. Ну, я считаю, что это мне очень понадобится, потому что я собираюсь сдавать химию и биологию. Важно, что особое внимание в реализации проекта было уделено профессиональной подготовке преподавателей. Действующая концепция школьных кванториумов предполагает, что оборудование, которое находится в этих квантумах, оно используется и во время образовательного процесса, непосредственно на уроках технологии, химии, биологии, физики, географии. И через систему внеурочной деятельности, и через дополнительное образование. Это объединение детей в кружки, студии. Заниматься в технопарке «Кванториум» смогут ребята изо всех школ города. Педагоги уверены, что в будущем новая образовательная площадка подарит еще много интересных открытий. Анастасия Плюснина, Евгений Скляров. Наши города.